На рейде так двигался, двигался, как будто бы ничего не произошло, а на самом деле произошло. А вот дым пустили, ничего себе. Эйзенштейн такой, я помню, слой господи, какие электрические корабли, в смысле, в 1905 году. Да вы что, должен быть пар, и дым должен идти с другой, и пар, и снизу, и дым. Они так и подпустили, дым и пар, Одесса, Одесса-мама, 4 мая, 2 мая. Китайские джонки здесь, и звучит песня, вы жертвы палят, в барбе роковой, в минуту тяжелой неволи. Практически он умер в заключении, не свободном, но смерть освободила его. Клинчака. Он вернулся на свою родную украинскую землю. К мазанкам, к вишням, к вареникам со сметаной. Некоторые люди снимают фильм, потому что фильм-то запрещен, к показу. В полной версии. Другие люди здесь тоже. Это вроде не видно, потому что темно совсем. В основном, братва, конечно, покемонов ловит. Чего уж тут говорить. Мертвый взывает. Как мы и говорили, в фильме должно быть три части. Всегда. Если в фильме 2 части, то фильм неправильный. Нужно режиссеру оторвать руки, запретить показ в Советском Союзе, в какого кинофильма. Инфа сотка, отвечаю вам. Джонки китайские подходят к берегу. Скоро маевка. Скоро 9 мая. Дрейф такой, туманный, показа, это мне неизвестно, чем все закончилось. Хотя бы не могли бы присесть, потому что там всем за гаражом делится. Конечно, а что вы раньше не сказали, конечно. Я просто все не могла. Пустяки, пустяки. Кинули бы камешек какой-нибудь. Камешек киньте в следующий раз. А, боже. Вы скричи очень тактичные люди, я бы сказал. А, вот у нас минутка. Вот, мы подключились просто так. Вот мне сделали замечание, что телегура Герой Москва. Здесь поводка специальная для сбора средств на Немцовском мосту. Потянулись слухи. Ох ты, боже мой. Что же это делается? Ребята, Луклинчук-то погиб. Сделали музолей специальный в Одессе, маме. Так, светочку поправить надо. Зажигалки с собой не было у бабушки. Она такая. Рыбаки такие, специальных. Так, светочка-то какая. Из-за борща, там написано. Отказался есть борщ. Ну, честно говоря, я бы тоже отказался есть борщ. Можете меня тоже записать. Записать в эти сепаратисты. Выше Аристократия подходит, чтобы выяснить, кто там погиб-то. Что за граф-то? А, матрос погиб? Ну ладно. Не может быть. Город весь пробился. Раньше же интернета не было, ребят. И люди узнавали новости из кинофильмов. То есть они такие приходили в кинотеатр. А что, про броненосец вышло что-нибудь новенькое? А ну да, вот сняли фильм про броненосец. Говорят, что там продукты питания отравлены червями были. Да не может быть. Я говорю тебе точно. В кинофильме Сергей Зинштейн рассказывалось о том, что матросов заставляли есть червяков. А потом еще и заставили его застрелили вообще его. Как застрелили? Ну так, взяли пистолет, направили ствол в сторону головы, и попали. Попали? Ну не может быть. И народ потянулся сделать взносы, ставить лайки, репостить. Не скончаем людской поток. Велико людской горе. В общем-то там и ковалась революция. не стачка такая всероссийская. А Ильич Ильич злился на это, потому что он же верил в то, что Европа сделает Соединенные Штаты, Соединенные Штаты Европы. И он не верил, что здесь ну, в смысле, настоящий Ленин, не тот поддельник, который нам с уютси. А Ленин-человек. Не Ленин-гриб или Ленин-андроид, да? А Ленин-человек. Он не верил до конца такой, как? Какая революция? Да и чё? Революцию надо делать в Европе. Да я могу говорить, да и Ленин-идич не просто косик. Вот на тросика Вакулинчака убили из-за неправильного репостра. Репосты про Говядину запомним. Пацаны, репосты к ретвитам. Пацаны, больше, больше из-за ложки борща. Маш-маш вперёд, колочий рот, на бой провал и святой правой, правой. Вообще хорошая музыка, Девушка там такой-то управляет. Телеграмму услужим его в Тавриду, наверное, как я пишу. Эх, Крюнчака-то убили оказывается. Ну вот, они целуют его руки. Потому что он же святой. святой это не в том смысле, что он безгрешный, а в том смысле, что перешёл из этого мира в тот мир. Ну, показывает местного еврея. Ну, в Одессе разные люди живут, французы, евреи, итальянцы. Немножко русских живёт, два человека. песенку поют в грузинском языке, скажем, разом нас богато, нас не подавайте. Он умер за всех. В дебальцевском котлее, сожжённый воротиной ростовским. Простор рабочий класс переживает, когда смерти такие простые. А вот когда у них отнимают, допустим, зарплату, они не переживают. Ну, зарплату положено так. Чё? Вот, когда убили матрусика, настоящая трагедия. Вот, девушка там, наверное, письмо пишет. А я тоже сейчас загораживал людям. они даже девушку прослали смелую. Сделал девушку, послали, а она меня-то огнала от экрана. А я сказал ей, чтобы они в меня совершенно с камень бросили. Она спрашивала, камень? Ну, камешек. Вы что, не кидаете камушка, что ли, в людей? Не забудем, не простим. Ну, до 8. До 8 удержает. Да, не может. нормальный человек продумать. Это лозунг. До 8 недержавия. Ну, подожди, переснях, переснях, купильник. Мистерского лозунг. Мистерского лозунг. Мистерского лозунг. Нашлась гражданин. Мистерского лозунг. лозунг. что вы такое говорите? Давайте его побьем. Это все из-за них. Ребята, я вам скажу, инфосадка. Эти все репосты, эти ретвиты. Что, зря было все? Давайте же дом всех убивать. Слушайте, антисемитизм вообще полет. Я думаю, понятно, как будет происходить рефилонизация России. Скажут, что их души священными у нас его отобрали. Вот. Даже фильмы не давали смотреть. А вот сейчас разрешили. Вот. Вы же знаете, что сегодня кирпизы сгорели. Жал живу. И беда пока.